Вести Ульяновск на телеканале России. Здравствуйте! Смотрите в нашем выпуске. Она попросила у Вадима Владимировича или компьютер, или ноутбук. Ульяновская девочка получила подарок от президента. На прямой линии с главой страны она озвучила свою новогоднюю мечту. Хорошее настроение – путь к выздоровлению. Нам, правда, подняли настроение с неожиданным сюрпризом. Появился министр здравоохранения, поздравил с Новым годом. Около ста детей встретят Новый год в детской клинической больнице. Медработники делают все, чтобы и вне дома дети почувствовали праздник. В Ульяновском аэропорту участвовали 600-тысячного пассажира. Торопились на регистрацию, а тут получилось, что столько эмоций дополнительных. Кто этот счастливчик и как сегодня расширилась география полетов, расскажем в русске. Прямая линия с президентом страны прошла практически две недели назад, но до сих пор обращения россиян, поступившие на имя Путина, решаются. Так, например, ульяновская девочка в подарок от президента получила ноутбук. Катюша, ну я рад тебя поздравить, что твое желание исполнилось. Я, как являющийся доцентом кафедры истории, надеюсь, в образовательном процессе тебе очень поможет этот данный ноутбук. Машина действительно пришлась к стати. Пятиклассница Екатерина Моисеева в школе. У девочки много электронных заданий, которые часто приходилось выполнять на телефоне. Естественно, у нас есть компьютер, но у нас еще есть старший выпускник, который по нему тоже очень много готовится. Учатся они оба хорошо. И часто ей достается телефон, а не компьютер. Поэтому в телефоне ей вообще неудобно. И поэтому она попросила у Владимира Владимировича или компьютер, или ноутбук. В будущем пригодится намного больше, чем сейчас, потому что будет больше уроков и будет больше электронных заданий. В планах у девочки стать психологом, и ноутбук станет надежным товарищем в достижении цели. Его от лица президента преподнесли школьницы-активисты Народного фронта, которые готовы помочь еще другим жителям области, обратившимся с просьбой на прямую линию. Вопросы, связанные с дорогой, с СВО, очень много вопросов. И знаете, есть такие вопросы, которые в сельской местности. Допустим, одно из сел, Кузоватское, мы скорее возьмем это в работу. Но нет, негде ребятишкам в футбол играть, в хоккей поиграть, для того, чтобы построить площадку. Всего 14 декабря от нашего региона поступило более 11 тысяч вопросов в адрес руководителя страны. Новый год – один из главных праздников, которые так любят дети. Хороводы вокруг елки, веселые танцы и общение в кругу родных – главные составляющие праздника. Однако среди юных любителей зимнего веселья есть и те, кто встретит новый 2024 год в стенах лечебных учреждений. Именно для таких маленьких пациентов Минздрав региона совместно с руководством детской клинической больницы устроила новогоднюю акцию. Все подробности у Мадины Исмаиловой. Добрые пожелания скорейшего выздоровления, хорошее настроение и новогодние подарки с доставкой прямо в палату. Ульяновская областная детская клиническая больница продолжает традицию. Поздравления с новогодними праздниками, сладкие угощения – ежегодная акция для мальчишек и девчонок, которым по стечению обстоятельств приходится встречать Новый год в стационаре. Это уже действительно, наверное, стало традицией в нашем лечебном учреждении. В последние предновогодние дни мы проводим очень много акций, в том числе с участием благотворительных фондов, с участием исполнительных органов государственной власти, наверное, для того, чтобы поднять детям настроение, чтобы они тоже ощутили этот праздник. Мы отец лица здравоохранения региона. Хотим вас поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать самое главное вам – здоровья. И быстрее возвращаться домой уже полностью здоровыми, поступать к школе и радовать ваших родителей. Организация праздничного настроения – миссия важная, поэтому подошли к ней со всей ответственностью. Хотелось бы немного скрасить их нахождение здесь. И мы сорганизовали с Министерством здравоохранения региона и решили подарить этим детишкам сладкие подарки. Лечебные будни Марата Забарова не пестрят разнообразием. Ем, делают процедуры, играют в телефон. Однако сегодня у мальчика день рождения. В приложении к основному подарку он обзавелся еще и дополнительным – мозаикой, которая скрасит рутинное лечение. Нет, не ожидал. Но мне очень понравилось. К слову, выписка ожидается со дня на день, поэтому встретит Новый год он уже в кругу родных и близких. Так же, как и его товарищ по отделению Кирилл Куприянов. Неожиданный сюрприз застал его в палате. И сладкий подарок ненадолго остался запакованным. Нам, правда, подняли настроение с неожиданным сюрпризом. Появился министр здравоохранения. Поздравил с Новым годом, сказал очень приятные и теплые слова. Подарил подарок новогодний сладкий сыну. Что скажешь, понравился тебе подарок? Да. На данный момент в детской клинической больнице восстанавливается порядка 240 детей. Однако больше половины из них выпишутся домой к празднику. Для оставшихся же 100 ребят медицинский персонал создаст все условия для хорошего настроения и веселой встречи Нового года. Мадина Исмаилова и Сергей Свешников. Вести. Ульяновск. Обычный перелет превратился в новогодний праздник. В Ульяновском аэропорту имени Николая Карамзина торжественно встретили 600-тысячного пассажира. Марина и Игорь вместе с дочкой Миланой, ничего не подозревая, пришли на регистрацию для перелета в Москву. У стойки со счастливым стечением обстоятельств их поздравили руководство воздушной гавани и представители российской авиакомпании, подарив бесплатный перелет из Ульяновска в Питер и обратно, а также годовое обслуживание в местном аэропорту. Большой было неожиданностью, как-то немножко даже растерялись, потому что торопились на регистрацию, а тут получилось, что столько эмоций дополнительных. 600 тысяч пассажиров – это местный рекорд за все время существования Ульяновской воздушной гавани, начинала которая с максимальной отметки в 40 тысяч. Такое количество пассажиров удалось обслужить благодаря расширению географии полета. В этом году мы открыли Минводы, Махачкалу, Калининград и другие направления. У нас есть планы и дальше развивать магистраль от города Ульяновска. И мы рассчитываем, что ульяновцам будет очень удобно пользоваться нашим аэропортом воздушной гавани Ульяновска, который является современным, комфортным, безопасным. В 2023 году из Ульяновска ежедневно осуществлялось до 10 рейсов по различным направлениям страны и в будущем географию маршрутов планируют увеличить. Вести Ульяновск на телеканале «Россия» мы продолжаем. В Ульяновской области продолжается сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на предстоящих президентских выборах. Напомню, они состоятся с 15 по 17 марта следующего года. Для участия в них требуется собрать 300 тысяч подписей избирателей. На данный момент только в нашем регионе собрано больше 5000 подписей в поддержку Путина. Сегодня это число увеличилось. В избирательный штаб, что на Кузнецова-20, вновь пришли активные граждане. Среди них лидеры общественного мнения. Так вот, Владимир Владимирович Путин на протяжении этого многого времени сделал очень много. Я просто вспоминаю, когда я пришла только в свою сферу, что было и что сейчас. Это изменения. Это, во-первых, центры. Центры по помощи детям-сиротам. Это сопровождение социальное, психологическое, юридическое. Это бесплатная юридическая консультация. Это изменения в том, что сейчас уже выдают сертификаты по жилью. Валерий Рябинчев – экс-руководитель города атомных реакторов, а ныне общественник. В свое время ему довелось работать при разных руководителях страны, но судит он исключительно по результатам. У него есть силы, у него есть энергия, у него есть ум. А главное – понимание того, на каком этапе находимся мы, наша страна. В областном центре, кроме штаба, на Спасской 8 поддержать самого движения Владимира Путина можно также на Кузнецова 20, а еще в торговых центрах. В Ленинском районе на Дворцовой 4А-1, в Засвияжском на Московском шоссе 91 и 108, в Заволжском на проспекте Ульяновском 1. Время работы в будни с 8 до 6 вечера, выходные с 13 часов до 19. Сбор подписей ведется также в других городах области и во всех муниципальных районах. Алексей Русских поздравил со 100-летним юбилеем ульяновскую учительницу Мариинской гимназии Лидию Стиженскую. 42 года вековой жизни она посвятила призванию преподавать. Сразу после педагогического училища молодого педагога направили работать в село, Солдатская отошла. 19 числа, 19 июня 41 года получила направление в Тенгульский район, а через два дня началась война. Жила в бараке, голодала, но детей без знаний не оставляла. Проверяя тетрадки при свете коптилки, ни электричества, ни керосина для ламп не было. Тяжелые годы заставили познать и другие работы. Зимние каникулы мы ввалили деревья. Чтобы отапливать помещение, да? Нет, по-моему, разные размеры велели заготавливать. То метровые, то двухметровые. Это, наверное, увозили на фронт. А, укреплять окопы, значит? Наверное. Понятно. Наверное. Летом вместо долгого отпуска трудилась в колхозе. В послевоенные годы Лидию Сергеевну приняли на должность учитель начальных классов в школу номер 3, Мариинскую гимназию. Работе здесь почетный педагог отдала 36 лет жизни. И сейчас в ВАИС-100 Лидия Стеженская не растеряла феноменальную память, поставленную учительскую речь и отличное знание русского языка. Ульяновский учитель вырастила не одно поколение, отдавая свои знания и всю любовь детям. В Ульяновске объявлен особый противопожарный режим до 8 января включительно. Ограничения распространяются на использование пиротехники и огневых эффектов в зданиях и сооружениях. В период со 2 по 8 января в Ульяновске пройдут рейды совместных групп, состоящих из сотрудников полиции, противопожарной службы и органов социальной защиты. Они проведут профилактические беседы в многодетных семьях, с одинокопроживающими пенсионерами, в недлогополучных семьях, а также с гражданами, злоупотребляющими спиртными напитками. Штрафы за несоблюдение мер пожарной безопасности в период особого противопожарного режима увеличиваются в два раза. Новое пространство для нашей молодежи теперь есть в Ульяновске. Дом молодых открыли благодаря программе «Регион для молодых» и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Какие возможности появились у молодых людей, расскажет Элла Шахова. На площади в 900 квадратных метров разместились помещения для различных видов предпринимательской деятельности, медиастудия и студия звукозаписи, кафе-территория для детей, выставочные и концертные залы, а также киберпространство. Здесь стоит очень мощный компьютер, который можно играть во все новые игры, которые выходят сейчас. И также можно развиваться в эти отделе, потому что техника этого позволяет. Программы писать разные, коды, еще что-то. Именно в этой сфере. Подобная техника также дает возможность принять участие в различных видах и уровнях киберсоревнований. Дом молодых не имеет аналогов в Ульяновской области. Здесь будут реализовывать социальные проекты, спортивные, волонтерство и творчество. Песни у нас российских студенческих отрядов. Также мы поем всем известные песни. Ягд Парус, вот и все такое. Мы сами пишем авторские песни. Записать их авторские песни. У нас студия звукозаписи полностью оборудованная. Полностью отремонтированное здание, а также современное оборудование обошлось в 120 миллионов рублей. Но какие-то работы велись бесплатно и своими руками. Очень хотелось приблизить день открытия Дома молодых. Задний двор у нас есть здесь, полузаброшенный. Мы в этом году его тоже восстанавливали своими руками. Купили оборудование специальное, чтобы своими руками что-то делать. И вот я думаю, что в следующем году тоже будем заниматься им. Поставить там сцену, благоустроить его, расчистить мусор, вывести. То есть мы уже много что там сделали. И вот в следующем году планируем тоже его привести в порядок. Дом молодых должен стать местом, где молодежь сможет найти информацию и технологии для самореализации и роста. Подобное место притяжение молодежи теперь планируют создать в Димитровграде. А в перспективе сделать целую сеть таких учреждений в городах и родцентрах области. День дарения прошел в Ульяновском областном краеведческом музее. Праздник объединил жителей региона, которые отдали на вечное хранение собрание, представляющее краеведческую ценность. Акция проходила в честь 128-го годовщины основания и открытия музея. Ежегодно ульяновцев приглашают поучаствовать в Дне дарения краеведческому музею. Уже более 20 лет все желающие передают из своих архивов ценные предметы быта, личные вещи, фотографии. На выставке представлены вырезки из газет, фотокарточки и жилет звезды советского телевидения Валентины Леонтьевой. Дневники режиссера и актеры драмтеатра Юрия Ершова. Орден Ленина, выданный Ульяновской области за особые успехи в развитии народного хозяйства. Плиты с останками ихтиозавра, найденные на берегу Волги. И многое другое. В этом году мы проводим этот же день. Очень много было собрано, много было передано. И мы показываем, собственно говоря, выставку наиболее ценных экспонатов и предметов, которые поступили в наш музей. Особо ценным экспонатом стала золотая книга почеты семейных трудовых династий. Книгу символично передало агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов в канун года семье. В ней хранятся истории семейных трудовых династий, значимых для нашего края. Позволит более детально ознакомиться, проследить цепочку поколений, каким образом у нас начинался трудовой путь определенного человека. И как в последующем его родственники привносили основные достижения в том или ином направлении труда. Благодаря жителям Ульяновской области коллекция экспонатов Краеведческого музея неустанно пополняется. И в этом году здесь появилось более ста ценных предметов. Дарья Цибина, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. В первый день Нового года на всех экранах страны появятся бременские музыканты. Любимая группа бродячих музыкантов объединится, чтобы совершить подвиг. На пути к приключениям Трубадур вместе с друзьями встретятся с разными испытаниями. С одной стороны разбойники, с другой капризы принцессы. На что будут готовы музыканты ради преодоления препятствий. История, снятая по мотивам любимого мультфильма, никого не оставит равнодушным. Первые зрители уже успели оценить картину. Это свет, это песня, и это дружба, и это семья. Мне фильм понравился, потому что там любовь и доброта. И все в конце раскрылись, как они с лучшей стороны. И все поняли, что нужно делать добро, а не зло. Череда приключений, сказочной истории отправит взрослых в теплые детские воспоминания, а самим детям подарит восторг, незабываемый смех и радость к новогодней празднике. Смех и радость, мы приносим любви. Время героев благотворительный хоккейный турнир снова собрал представителей разных регионов, народов и культур. На льду «Фока» лидер сошлись команды из Ульяновской области, Удмуртии и Татарстана. Но главные люди на турнире – болельщики, среди которых дети участников СВО. В преддверии Нового года им подарили не только сладкие подарки, но и настоящие хоккейные баталии. Артем Петров продолжит. Хоккейные приветствия перед матчем за третье место на льду команда Ульяновской области и гости из Татарстана. Хотелось бы показать хорошую игру, неважно кто победит, лишь бы была хорошая, красивая, зрелищная игра для болельщиков команд, для всех присутствующих зрителей. Благотворительный турнир «Время героев» уже в седьмой раз собирает на Ульяновском льду команды из различных регионов страны. В этот раз болельщики наблюдают за поединками сборных из Ульяновской области и Удмуртии, а также сразу двух команд из Татарстана. Мы здесь когда договаривались, чтобы можно было такое шоу-матч привести для детей, потому что они очень, скажем так, активно смотрят ребята, для них это живая игра, всегда очень интересно. Ну и, конечно, элемент соперничества есть, одна победит сильнейшая. На трибунах особые болельщики, дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Для воспитанников детских домов в фойе «Фока-Лидер» провели новогоднюю развлекательную программу, а на втором этаже перед входом на трибуны каждый мог поддержать российских военнослужащих, написав письмо солдату или смастерив для него новогоднюю игрушку. Дети участников специальной военной операции на турнире «Время героев» отметили особо, а ребятам вручили новогодние подарки. Город Ульяновск – профессиональный город, и поэтому спорт, как вы знаете, объединяет людей. Поэтому сегодня на этом благотворительном хоккейном турнире присутствуют команды из разных регионов. Сегодня у нас есть возможность поздравить ребят с наступающим Новым годом, чьи отцы и братья сейчас находятся на передовой. Турнир «Время героев» снова объединил разные регионы, культуры и религии. Единство народов – символ многонациональной России. Действительно очень много разных культур. Здесь сегодня участвуют и клубы татарских бизнесменов, и удмуртские ребята, допустим, они там практически половина, как говорится, татар, половина русских, разных национальностей. И самое главное, мы находим общий язык, мы находим понимание. Поединки хоть и дружеские, но на льду борьба развернулась не на шутку. Лучший результат по итогам встреч у гостей из Удмуртии. Второе и третье места заняли команды из Татарстана. Артем Петров и Денис Миронов. Вести. Ульяновск. И о погоде у меня на этом все. Я благодарю вас за внимание. До встречи вечером. Все о выборах в России мы расскажем вам подробно. Разобраться в них несложно. Важно, честно и удобно. Как голосовать, если заболел? Бабушка с утра в заботах. В телефоне ищет что-то. Вот и номер избиркома. Я проголосую дома. Взрослым гражданам страны все возможности даны. Даже тем, кто без движения, предлагается решение. Вызвать выборы домой. Ящик взяв переносной. К ним комиссия приходит, процедуру производит. Оформляют им заранее с выездом голосования. Значит, выборы равны. Граждане моей страны. Выбирать в стране свободно. Важно. Честно. Рыбная лавка в Ульяновске. Вкусные морские деликатесы Камчатки. Ждут вас с 19 по 30 декабря. ТК «Спартак». Первый этаж. Вход с улицы «Железная дивизия». Сегодня в Ульяновской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Атмосферное давление будет расти. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха днем по области минус 2, минус 7. В Ульяновске минус 5, минус 7. Ветер северо-западный, умеренный. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова